начинаем одевать куколку значит я вы выкроила лиф из основной ткани и из бязи то есть для экономии процесса ткани дальше мы вырезаем ну я отстрочила да вот этот горловину строчила сшила их вместе две ткани по горловине шовчик проложила отрезали все лишнее выворачиваем и все это теперь про утюжить надо чтобы у нас вот такой здесь образовался кантик такой чтобы на миллиметр верхняя ткань выступала тогда у нас будет все верно так его сейчас от строчу просто потом на утюг пойду дальше я вырезала ли низ юбки и отстрочила загнул подогнула вниз так это у нас готово все 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 в сантиметрах будет написано у вас там в в файлике и взяла длинный пояс пояс можно как и на строчить сверху сейчас я вам все покажу так я его сейчас просто вот так вот смотрите видите вот такая сантиметров 4 я ее заутюжила так 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 и вот так и прострочить надо с этой стороны и с этой стороны так с этим ясно и штанишки берем нашу куклу заворачиваем ее в ткань и вот так смотрите то хотите чтобы тугая была толку штаны сидели сильно натягиваете не хотите туго вот так натянули заметили и начали шить сейчас я вот так подверну вверх прострочу и вниз прострочу и дальше уже средний шов будем шить будем шить трикотажным швом вот я отстрочила нашу наш поясочек все лишнее отрезаем так на песочек нам на будущее на будущее платье дальше я пойду от строчу верх и низ так отстрочила видите трикотажный шов он туда-сюда вот такой шьется и тянется во все стороны то есть если вы будете натягивать на куклу штанишки они у вас не порвутся ну шов не лопнет лишнее отрезаем как этому обычно все делает здесь я уже не экономлю швы вон какие огромные так вот такая у нас получилась штуковина это у нас трусы теперь мы складываем пополам и прокладываем строчку вот отсюда не доходя до конца чтобы мы могли раздвинуть ноги как нам можно и до конца вообще как хотите так и прокладывайте вообще не влияет ни на что обязательно закрепки ставьте иначе будет нехорошо итак я проложила шовчик видите не до конца его теперь отрезаем все лишнее и складываем теперь вот так вот и здесь у нас получается делаем вот такой вот шов потом мы его также вырежем теперь мы вырезаем и выворачиваем еще одеваем на куклу процесс одевания может быть долгим потому что если узенькие получили штаньки то тут без пинцета не обойтись хотя если трикотаж тянется хорошо то легко оттянется действие катаж который не тянется вот так его наверх натягиваем все штаны готовы теперь их можно пришить к телу я их приклею к телу клеим пистолетом можно чтоб штаны выходили из под юбки можно чтобы они высоко сидели как там по стилю куклы смотрите готово дальше мы шьем платье значит отстрачиваем потом мы вот это вот соединяем ищем серединку я обычно делаю такие надсечки и складываем вот такими складочками прям вот здесь на ткани на лифе так складываем складываем потом прострочим тогда они у нас просто будут симметричным сейчас я вам все покажу сейчас отстрочу вот этот лиф вот тут с поверху так я отстрочила и обязательно осноровить нужно деталь чтобы она у нас была одинаковая со всех сторон первая примерка здесь у нас пойдут нужно это в принципе прямо кукле сделать но не хочу руками пришивать ничего машинки быстрее вот такими складочками мы сейчас все это заложим вот так вот и сюда выйдет у нас конец так понятненько да и потом вот когда у нас получится вот такое уже в раскрытом состоянии мы это все прошиваем вот так вот это пришивается сюда и потом уже на лифт с юбкой соединяем по среднему шву и так нам надо найти серединку сначала делаем также сетечку можете вот так еще сложить вот тут не забывайте про шов у нас пойдет шов и вот здесь сделать над сетечки тогда складки окажутся одинаковыми с той стороны с этой вот шовчик шов над сетечка тут почти не видно и когда вы будете шить вы видите сразу насечки идут и просто здесь мы делаем вот такую вот складку заворачиваем и сюда заворачиваем вот понятно пошла делать и вы тоже так вот такие получились а складки дальше мы это все заутюживаем наверх вот этот шовчик обязательно наверх и после заутюживания пришиваем вот не пришиваем а вообще можно в принципе сверху настрочить да вот так как я его уже отстрочил я его просто приклею на кукле уже поэтому вот сюда вот когда отутюжить и вот сюда шовчик так средненький проложите и на куклу оденем и так прострочили шовчик ничего пока не отрезайте не трогайте сразу надо одеть на куклу прям не выворачивая если чтобы увидеть вдруг маленький вот у меня получилось большое еще сколько места можно убрать еще побольше чтобы она не болталась и тут и здесь убрать и туда съехать сейчас я чуть-чуть уберу теперь можно лишнее срезать подправлю теперь выворачиваю и надеваем вот теперь она идет туго мы можем ее натянуть натянули все разгладили теперь берем теперь берем поясочек ничего нигде не торчало и вот сюда мы его приклеим натягивая прям натягивая чтобы он у нас не топорщился прям вот так вот и этими булавочками прикрепим здесь придется вот так отрезать лишнее и подвернуть ну сейчас вам все покажу так я просто смотрю на все 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 не достань недочеты скрой в пояс лучше конечно не делать но вдруг они получились и могут быть скрыты так сейчас тоже закроется волосами берем клей вот я просто хотела еще штанишки приклеить до того как но я их тогда отверну потом мне будет помешаться пояс я его в конце наверно приклеим давайте чуть попозже сейчас штаны приклеим давайте займемся руками так ну голова у нас вот сюда пойдет вот так вставать сейчас мы тоже к ней вернемся я хочу еще померить ботинки как они будут с ботинками как стоять будет кеды у вас тоже там будут в мастер-классе сами сделаете там все подпоказано рассказано так стоим хорошо стоим красота получается какая уже красота так теперь руками займемся пока тут постоит значит одна рука у нас будет с вот такой вот палочкой выручалочкой это называется проволочка мы ее сейчас изогнем с одной стороны в такой маленький хвостик так чтобы она просто не корябала ничего не цепляла и с этой стороны тоже вот такая вот можно палочку подлиннее делать ну я здесь сделала чтобы в локте ее сгибать и во всей руке берем синтепушку все падает так палочку взяли и нам надо набить ладошку и пальчик первым делом сгибать потому что палочка должна впираться в синтепон все сейчас мы все пальчик заполняем так ладошка готова можно еще чуть чуть побольше ладошка теперь мы берем палочку обматываем синтепоном тут тут можно загнуть лишнее срезаем так где у меня нитка ниточкой вот так мы ее заматываем чтоб синтепон никуда не делся когда мы будем его в руку заталкивать теперь берем пинцет и начинаем хирургическую операцию по заталкиванию вот этой штучки внутрь операция прошла успешно теперь мы синтепончиком добьем эту руку чтобы костей не торчало из проволоки ну и все и рука готова практически осталось ее в в рукав затолкать и будет все готово так ну и вторую руку мы также набиваем сначала туда и идем в глубину потом в пальчик и саму руку набиваем синтепон закончился на счет синтепона я уже рассказывала в каких-то мастер-классах я покупаю целый тюк в нем пятьдесят метров в зависимости от толщины тридцать метров иногда бывает чем толще он тем меньше метров и выходит что метр получается стоит ну в общем я взяла тюк пятьдесят метров за полторы тысячи рублей вот сколько стоит посчитайте у нас в Саратове магазин есть на рабочей там продаются ткани разные всякие разные ткани и там синтепон тюками продается если вы берете по метрам то это получается раза в два дороже поэтому мне проще тюком взять ну стоит он конечно да стоит место занимает а особенно если вы его откроете целиком то он весь распушится и будет такой большой ком стоять обязательно зашиваем вот эти дырочки чтоб они нам не мешали в дальнейшем ай все время все падает тоже иголка с ниткой уже есть так и так мы сейчас приклеим поясок берем клей вот эту часть срезаем которая махрится вот так начинаем прикладывать клей клей ты где приложили кнопочкой зацепили и едем дальше здесь тоже можно так сейчас я отмечу сколько мне надо отрежу сразу и намажу вот вот его может не может ничего не видать теперь мы аккуратненько натягиваем не забываем про иголочки чтобы она никуда не делась а накинули и приклеили все равно много осталось наверное мы сейчас так вот сюда мы его аккуратненько приклеим вот 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 весь процесс пояса так пока так лежит значит рукава рукава вот наберем руку вот какую вам нужно длину рукава отмечаете и вот так вот так обычно замеряете и вот так отстрачиваем вот отсюда и вот сюда это можно все сейчас отрезать сейчас я ровнее сделаю это может быть один рукав и такой же второй рукав так это рукава рукава мы сейчас сделаем дальше голова голову мы я не сильно шар набила чтобы были щеки видны вот сюда мы сделали внутрь углубились вели голочку видите я сколько не так намотала оооо & И вот сюда заходим в шею, можно чуть повыше, в шею зашли, и с другой стороны вышли. Теперь берем голову, входим вот сюда, вот вместе с тканью прямо берете и выходите в макушке. Вышли в макушке, нитку вытащили, теперь следующий конец засунули, вот видите, я беру иглу толстую, чтобы удобно было вставлять всю эту компанию ниток в другую голову, в другую сторону головы. Нитку ввели и вытянули. Все, теперь мы ее очень туго затягиваем, чтобы голова прям села туда, на шею, на это место. Вот такая будет у нас голова, она будет крутиться, она никуда уже не денется. Так, стоять, где она ослабла? Лучше ее привязать сразу, плотно прямо, очень-очень хорошенько, плотно. Вот так. О, вот такая она получается у нас. Сюда я капну клеем, чуть поподжее. Так, теперь мы берем синтепон и делаем вот здесь пешечки, подбородочек. Кто что хочет, делает. Натягиваем, натягиваем. Это все остается там у нас, внизу. Можно сделать шоки большие, можно поменьше, как вам удобнее, как вам нравится больше. Сюда можно затолкать. Вот сюда. О, получились вот такие шоки. Вот это все натягиваем. Нос, пронос, самое главное не забыть. Вот такая у нас есть штуковина. Мы ее обтягиваем синтепоном. Будет большой нос, конечно, получится, но ничего. Значит, мы ее сначала клеем смазываем. Вот эта черная штука, она очень сильно клеится. Смазывается клей, поэтому аккуратнее, чтобы он у вас не прошел на ткань для куклы. На лицо куклы. Значит, ну вот так. Ну, черная тема, там сразу начал. Видите, как красится. Видите? Вот. Краска такая, веселая. Наверное, я его не в синтепон обверну. В ткань. Сейчас мы ткань найдем. Вот такая ткань. Мы его вот сюда вот так завернем. Ниточкой обвяжем. С синтепоном тоже можно. Но будет большой нос. Если у вас таких штук нет, можно иголочкой. Ссылки все даны будут. Где я это покупаю? Где я это чудо беру? Вот это все лишнее отрезали. И обязательно намазать клеем. И обязательно надо сделать нам дырочку для носика вот здесь иголочкой. Потому что вот этот вот штырек, он не очень такой острый. Его надо только вставлять уже в готовое отверстие. Смазываем клеем. Просто чтобы он там зацепился и никуда уже не исчез. И вставляем. Вот видите, дырка я сделал иголкой. Сюда вставляете. Можно подержать чуть-чуть. Ну, готов. вот такой нос. Нос. Так, теперь нам надо теперь нам надо макушку сделать. Берем синтепуна. Сначала мы капнем клеем вот сюда. На тот узелок, который сделали. Теперь можно взять новую нитку. Можно этой ниткой. Но мы отрежем, чтобы она не путалась. Теперь берем снова ниточку с иголочкой. для того, чтобы потом собрать вот эту вот голову собрать сверху. Сейчас мы возьмем значит видите, как получается, какая приплюснута голова. Сюда нам надо затолкать синтепонно. Вот туда прям хорошенечко затолкать. наполнить пустотой. И теперь мы все это вот так стягиваем вместе и зашиваем. пролетел. Пролетел. Малыш 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 Да ручки есть. А, а ты собачку там таскаешь? Малыш Малыш Я хочу в Малыш магазин поедить. Сейчас Маша, подожди. Сейчас я доделаю куклу и поедем в магазин. Сейчас дам посмотреть. Малыш 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 вот сюда приклеим штаны клей горячий аккуратненько все лишнее запрячем туда в глубину и теперь мы начнем приклеивать волосы так волосы смотрите номер 9 светлые локоны если вы наклеите вот здесь внизу будет а то есть я начинаю клеить вот ну вот сверху головы вот на одну треть головы да если вы приклеите здесь то у вас они будут перевешивать голову назад поэтому как можно меньше трессов используйте сзади все должно быть вот тут на макушке в основном тем более они такие лохматые что хватит голову закрыть всю лишние отрезаем сейчас я приклею вот сюда вот так отрежу дальше пойду клеить по кругу первую я приклею вот так начиная вот отсюда вот заканчивая здесь тогда у нас с головой все будет хорошо я никуда не перетянет вот так вот у нас затылок прикрывается сразу теперь теперь мы будем чтобы вот эти складочек у нас не было нам их надо будет ручками убирать ну я вот поспешила слишком быстро поэтому сделать можно туда еще добить синтепона тогда складки сами разровняются но так как я уже все зашила я просто буду подтягивать руками и делаем мы это все нам должно трес 1 хватить поэтому мы делаем вот отсюда по кругу вот так все идет по кругу по кругу по кругу заворачиваем заворачиваем сюда приезжаем без макушки без всего просто у нас будет идти трес сейчас нам надо очень медленно и аккуратно вот это все разгладить я начну клеить отсюда и аккуратненько прям вот так его подтягивая даже можно сказать мы идем прям по самым складочкам вот так рукой вы туда наверх подняли складки приклеили так здесь у нас он все получается видите сантимометр и продолжаем дальше клеить теперь мы здесь будем встык клеить а здесь мы пока на сантиметр отступили так и идем вот сюда пришли круг сделали в общем если вам страшно клеить уже намертво прилипает то вы можете пришить ручками чуть подольше но зато опыт наберетесь и посмотрите чем дело закончится как пришивается как выглядит ну вот сюда прям ты и приклеиваем стык 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 сзади мы также отступаем не стык стык идем вот так на 05 уже можно отступить не пресс эти очень лохматый поэтому там видно не будет горячий еще банк будет сверху но конечно слишком много отступил но ладно это значит не ладно сейчас мы так выпадаем чуть-чуть сюда потом сошлем бантик и сделаем глазки на румяним щечки и куклы и будет готова вот видите как раз остается должно хватить должно придолжно ай какой горячий хох аккуратненько так шмаки слетели и мы аккуратно закругляемся в улитку не будем маковки делать макушечки потому что макушечки делаем когда волосы прямые там очень все заметно а а здесь практически волосы съедают все все погрешности просто их надо приклеить теперь можно все стык 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 клеить что-то что-то приклеили лучше булочкой помогать чем пальчиком пальчик очень горячо надо бы прижимать вот это все чтобы она никуда не делась уже я не посчитала сколько кругов у нас получилось в общем хватает в общем и целом операция прошла успешно если вы начнете чуть чуть подальше то вам может не хватить тресса придется тогда второй кусочек начинать второй тресс вот у меня тут хватает наверное закончу быть видно неудобно стоять сидела бы и клеила спокойненько на коленочках а тут надо вам показать процесс чем-то надо жертвовать либо удобством либо процессом у меня даже останется еще видите как я перестраховалась а придется отрезать в принципе наверное отрезать не буду я его скручу пятачочком и туда засуну чуть-чуть маковка все равно получится я еще не завтракала теперь мы вот это все если у вас тоже так же осталось мы это скрутим улиткой так и прям в макушку это все дело засунем и в макушку и все в макушку Ой, какой он горячий! Ой, хотели обойтись без макушки. Не судьба. Так, сейчас все лишнее уберем. Я лучше вот так макушку саму намажу. И закручу. Вам там видно? Намажу и закручу. Так, почти закрутила. Вот она, видите? Стоило немалых усилий. Попотеть пришлось, но она готова. Так, теперь мы вот это все дело вот сюда затолкаем. Сейчас я чищу иголочку. Мы будем толкать это иголочкой. Так, смотрите. Можно намазать и вот эту штуку и туда капнуть. И начать процесс. Вот туда ее. Это лучше всего прямо, знаете, вот туда, где шовчик идет, прямо туда ее утолкать. Вот шов со швом, чтобы она не торчала, а в глубине там была. Если получится у вас и у нас. Вот так и прижать ее надо. Сороженечко прижать и подержать. Сейчас будем когда расчесывать, вот это все уберется. Все вот эти лишние клеевые штуки. Так, ну вот у нас макушка получилась, без которой мы хотели обойтись. Теперь мы убираем все волосы. Волосы мы потом с вами уложим. Я вам покажу, как сейчас мы глазки сделаем. Сейчас я отклею. Отклеюсь. Глазки аккуратненько делаем. Вот такой глаз у нас один. Второй такой же. Дырочки мы уже с вами наметили. Не дырочки, а затянули утяжку. Сейчас мы сделаем дырочки в этой утяжке, потому что без дырочки хвостик иголки этой не пройдет. Прям туда, в глубину делайте. Значит, черное не мажьте. Показываю вам уже, как он красится. Если вы накрасите, вы просто испортите куклу. Поэтому клей просто на кончик наносим. На кончик, чтобы он у нас там зацепился. И достаточно этого будет. И туда его находим место, где мы прокололи иголкой. И туда его засунули и подержали. Пока держите, можно второй намазать. Тоже кончик. Нашли второе место. Прошел лучше. И туда его. Теперь можно два подержать рядышком. Сразу возьму румяну. Кто спрашиваете, чем же я румяню куклу. Это так легко. Я даже не показывала этот процесс никогда. Берете румянку. Я вот так вот ее мочу в этом деле во всем. И вот так ставлю вот сюда. Вот так просто наношу. Сначала наношу. Потому что, если вы сразу начнете румянить, то у вас получится очень, как сказать... Ну, в одном месте оно попадет румяну туда, и вы потом не разотрете ничем. Так, один готов. То есть нам надо равномерно, чтобы было. Поэтому мы везде вот так наносим. Наносим, наносим, наносим. Наносик тоже нанесем. И растираем. Вот такая получается. Сразу морда лица живая получается. Василиса прекрасная. Не знаю, почему Василиса так получилась. Ну, вот и все. Видите, какая сразу стала живая. А, еще можно коленочки сюда же воткнуть. Ножки так. Тун-тун-тун-тун. Башмаки красные. Как будто будет отсвечивать от красного. Можно икра тоже туда же. То есть куклу оживить. достаточно. Теперь я сумочку одену. Пока есть возможность такая. Да. Так, у нас тут рука сгибается. Мы сюда мишку ей засунем. А на это плечо мы сумочку оденем. Да, сумочку пока только так. Через голову она вообще не пройдет. Так. Бантик. Бантик. Знаете, как я сделаю? Бантик я на заколочку приклею. И потом уже вот это все дело я просто тут соберу и заколочкой закреплю. Сейчас я вам покажу, как вот эти кудри собрать в кучку. Значит, их надо расчесать первым делом. Держите куклу в голову и вот так вот расчесываете. И смотрите. Я вам просто быстро покажу сейчас. Сейчас заряд закончится у камеры. Вот так накручиваете. Накручиваете, накручиваете, накручиваете. И у вас получается локон вот такой висящий. Видите? Вот он висит сразу. Он такой становится послушный. И вот так же вы все локоны берете, распределяете и делаете прическу. Но это долгий процесс. Это минут сорок на это надо затратить. Если повезет. Если не повезет, то еще дольше. Поэтому я вам просто показываю. Рассказываю. Вот тут, конечно, лучше всего сразу. Вот так вот он. Как раз и повис. Видите? Вот так вот. Это я вот сюда, наверное, уберу. Вот так. Заколочкой сейчас бантик сошьем. Бантик. Бантик расскажу, как шить. Обычно берете... Сколько тут? Десять на десять. Вот сюда прострачиваете. Здесь оставляете посерединке дырочку. Прострачиваете. Выворачиваете. У вас получается бантик, который вы потом просто вот такой вот штуковиной вот тут стягиваете. И там зашиваете вот эту... Вот эту... Тесеночку сзади бантика. Ну, сейчас я вам еще буду по ходу рассказывать. Ну, сначала вы поняли, да? Так. Итак, бантик готов. Можно через эту дырочку вывернуть все уголочки. Вот эту дырочку мы теперь зашиваем. Можно ее приклеить. Если у вас есть клеевая кромка, можно приклеить. Я просто утюг не буду сейчас доставать, не. Зашить быстрее. Бантик, видите, какой у меня наискосок слегка. Вот такая ткань была. То есть тут побольше, тут поменьше. Поэтому не страшно. Это абсолютно не страшно. Просто будет асимметричный бантик. Так. Дальше. Вот это мы вот так собираем. Вот так вот. Вот. И получается бантик. Вот так вот. Так. И вот это можно тоже приклеить вот сюда. полосочку приклеить, приклеить. И потом вот сюда его пришить. Вот так. Ну, это понятно, да, с бантиком? Тут не сложно все. Сейчас я зашью, закреплю. Так. Теперь вот тут слегка присновлю, чтобы она никуда не делась у нас в процессе эксплуатации. Так. Конечно, клеевой было бы удобнее. Вот так просто его. Соединю, чтобы никуда не делся этот краешек. Я не прокалываю до конца. То есть, видите, просто соединяю. Вот тут у меня никаких стежков нет. Так. Ну, вот так. Оставим так. И теперь наш бантик обтянем. У нас он здесь, снизу, будет прилипляться к заколке. Поэтому шовчик мы сделаем снизу. Вот тут что? Пришел. Ой, ой. Забелось. Все лишнее отрежем. Вот эти махры все. и получается у нас бантик вот это вот сюда загнем сюда пришьем ну вы поняли да ничего сложного здесь нет такого вот этим концом приклеим к заколке клеить заколки я буду наверное этим клеем и пистолетом клеем моментом секунду заколочку такая заколочка пусть она будет наверно вот так я приклею она будет красиво и туда и вот это будет виден и этот мы сейчас приклеим вот так мы будем так заколем вот вот так именно заколем и пантик у нас будет вот так сидеть вы поняли да вот и все с прической я думаю вы справитесь значит на руку в руку медведя засунете и ну и все вот и все я пошла сфотографировать мало синтепона в руку засунула надо чем-то закрыть все друзья мои до новых встреч пока пока а а Продолжение следует...